Друзья, всем привет! Продолжение коршуна на канале. Поставил я уже сверх мощный двигатель на него. Все успешно отладил, наладил и сейчас будем производить первые запуски. Перед этим, как всегда по традиции, несколько слов, чтобы рассказать вам, что вообще здесь происходит. Это рекордный самолет, рекордный для моего канала. Хочу побить на нем скорость 500 километров в час. Когда была установлена маленькая турбина на 8 килограмм тяги, нам удалось разогнаться всего лишь до 400 километров в час. Вместо нее стоит турбина на 14 килограмм тяги. И соответственно появляется возможность сделать 500 километров в час. Чего я в принципе изначально и добивался. Изначально еще более мощный двигатель должен был быть установлен, но он сломался. Что характерно, полностью заправленный самолет весит 12 килограмм. И если раньше нам не хватало 4 килограмма, чтобы скомпенсировать эту массу, то теперь у нас на 2 килограмма больше. Ну а когда выработается топливо, уже будет где-то 3-4 килограмма сверх массы. И он уже сможет идти свечой вверх не то, что без замедления, а даже с ускорением. Замена двигателя это не такая уж простая операция. Нужно, чтобы все углы остались прежними. Поэтому пришлось даже сделать вот такую приспособу, чтобы относительно краев отцентрировать сопло, для того, чтобы не уводило тушку самолета в сторону. Ну а для того, чтобы точно также попасть в выказ двигателя, чтобы самолет мог нормально лететь под нагрузкой, никуда его не уводило ни вверх ни вниз и чтобы он нормально взлетал, я использовал вот такой вот, ребята, угломер. Я давно им пользуюсь и хочу посоветовать любому моделисту для настройки самолетов. Да и вообще, я не знаю, это какая-то сверх полезная, сверх удобная вещь. Я когда снимал двигатель, замерил показатели. У меня вот здесь даже, видите, есть нулевая отметка. То есть я вот так ставил, а потом измерял сзади градусы. Вот я записал, видите, 2 и 6 градусов. Ну и потом соответственно по соплу вот так регулировал. И все должно быть точно так же, как и было до этого. Потому что мне не нужны сюрпризы на взлете и посадке и уж тем более в полете. Штука крайне полезная. Можно настраивать всевозможные углы под разными ракурсами. Она довольно-таки точно калибруется. А еще здесь есть лазерный показометр с двух сторон. То есть лазерный уровень, можно сказать. Она такая маленькая, удобная. Я ей даже планер свой настраивал, долголет. Чтобы понимать, какие у меня углы установки крыла и так далее. Ссылку на эту роскошную вещь я оставлю в описании, ребята. Вещь действительно для моделистов просто незаменимая. Замена двигателя это еще не все интересное. Как вы можете заметить, нарисовал полоски. Полоски просто критически нужны такие, чтобы понимать, в какую сторону летит самолет. Потому что он ко мне обращен в принципе практически всегда верхом. И он сливается с небом, как черное пятно, когда вдалеке ничего не понятно. Ну а такие полоски, думаю, будут ассоциироваться со стрелкой и будет все прекрасно видеть. Нарисовал их вот в таком виде исключительно для этого. Низ он тоже отличается, а внизу немножко другие полоски и тут тоже не спутаешь. Также хочется сделать небольшой вот здесь обтекатель, чтобы закрыть двигатель, закрыть вот эти все турбулентные места, чтобы был немножко пообтекаемее. Посмотрим, будет он сам себя поднимать или нет. Ну запуск пошел, это хорошо. Давай! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Движок хороший, ребята. Даже глохнет так, как надо рычажком. Итак, ребята, как я и обещал, помимо увеличения мощности двигателя, у нас еще будут улучшения в аэродинамике. Смотрите, какой я задумал кожух. Закрывающий двигатель. Будет своеобразный капот из карбона. Как вы можете заметить, форму я уже создал, сделал. Вот так это все выглядит. Сделано было из кусков пластика, обвернутых вокруг. Ну и зашпаклевал, чтобы было все гладко, монолитно. Теперь можно накладывать карбон, а потом форму мы изнутри уберем. Чтобы карбон намертво не прилип к самолету, будем изолировать все это дело жидким воском. Использую вот такой. В принципе можно использовать любой. Работает он вот так, ребята. Раз и сразу видно, как высыхает, получается равномерный слой. Так, все, хорош болтовни, надо по-быстренькому капотировать карбоном. Вот так получилось, друзья. Теперь будем ждать застывания. Сделал примерно за три часа. Поверьте, это самая наибыстрейшая технология. Быстрее вряд ли можно сделать такую вещь от начала и до конца. Но я как-то вот уже наладил производство. Останется потом отлепить и обточить. Есть, целиком отклеилась вместе с этой белой фигней. Вот так она довольно-таки тяжелая. Сейчас мы все здесь отклеим, ребята. И сделаем полноценный кожух. Все, друзья, капот для двигателя и аэродинамический обтекатель готов. Смотрите, какая подгонка. Все фактически идеально сходится. Нет никаких щелей и это очень круто. Потому что это прежде всего обтекатель для большей скорости. А еще я, ребята, вошел в раж с облегчениями. Мало того, что эта штука... Вот столько она весит. 51 грамм. Так я еще, ребята, вырезал здесь немножко материала. Вот эта задняя часть была очень тяжелая. Видите, с какого толстого карбона. Двигатель дальше стоит. Так что теперь можно немножко укоротить здесь. Так еще и вот здесь вот вырезал. Здесь тоже были тяжелые части материала. Видите, какой толщины. И все это весит, ребята, практически 70 грамм. То есть около 20 грамм мы еще и сэкономили, добавив лишнюю деталь. Ну это просто магия какая-то. Круто все становится. Все благодаря правильной технологии изготовления. Собрал маленький тестовый самолет, чтобы учиться летать по FPV, по камере привыкать. Так-то я умею, но надо хорошо привыкнуть, чтобы было как родное. А еще, ребята, я тестирую на дальность видеосвязь. Вот этот вот, видите, антенна торчит. Вот этот передатчик я уже дошел до того, что видеосвязь дальше бьет, нежели управление. Тут у меня не очень хороший приемник на управление стоит. Тем не менее, пару километров он выдерживает. И связь, получается, наладил уже во всех положениях. Даже вот в таком, когда антенна перекрывает самолет, что мне и нужно. Стоит видеопередатчик на 1,2 гигагерца. Причем, что интересно, на одной из частот он очень плохо работал. Я как раз попал на нее, потому что прибор показывал самую лучшую работу антенны именно на той частоте. Представляете, я уже и до приборов дошел измерение качества антенны. КСВ было где-то 1,05. Представьте себе. Пришлось на пробу немножко сместить частоту, потому что дальше одного километра уже шли помехи. И все стало так как-то мега стабильно. Два километра во всех положениях, без всяких помех. Чего мне будет достаточно. Вполне, ребята, будем испытывать на этом самолете. Ух! Вот это ракета! Его то ли триммировать надо, то ли что. Уже смотрите как идет. Вы видели? Покрутился немножко на местности, возле площадки, чтобы маленько привыкнуть к управлению, адаптироваться. И незамедлительно, ребята, пошел на дальняк. Продолжительность полета была более 35 минут. Честно говоря, как будто в другом мире побывал, когда снял очки. Удалось пролететь два поля, после чего мы просчитали, что это около трех километров. В самой дальней точке делал небольшой пилотаж. Крутил-вертел самолет, особых помех не наблюдалось. Так что можно ставить эту систему на коршун и смело использовать. Отлетать можно примерно на три километра в одну и в другую сторону. Ну что ж, ребята, на этой ноте я готов завершить данное видео. Полета, к сожалению, не будет, потому что сейчас на улице плюс 35 градусов и двигатель не развивает полную тягу. Ждем, когда немного спадет температура и будем стартовать его. Нужно хотя бы градусов 25, а лучше еще ниже. Мы же хотим все-таки рекорд канала установить, а не просто так здесь собрались ради каких-то обычных банальных полетов. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, кому это очень сильно интересно. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. А я пойду заниматься всякими различными делами.